Подростки, которым теперь грозит срок, в подробностях рассказывают, как насиловали собственную мать. Фильм 1986 года «Предел» больше бы, конечно, подошло название «Беспредел». Настолько жестокие эпизоды там иногда показывались. В 1985 году вышел знаменитый указ Президиума Верховного Совета СССР об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом. Согласно ему, в том числе началась активнейшая пропаганда трезвого образа жизни. И героями, а точнее антигероями фильмов часто становились те, кто чрезмерно много пил, и от пьянства которых страдали окружающие. Есть, четвертый. Один. А он где сейчас находится? Дома. Из дела о лишении родительских прав гражданки Воробьевой. Пьет. Ушла из дома, бросив на произвол судьбы малолетнего сына. Мальчик был найден в подвале дома, где жил длительное время. В тяжелом состоянии доставлен в больницу. Московский приемник распределитель для несовершеннолетних. Промежуточная инстанция для детей из неблагополучных семей. Путь для которых потом, как правило, один в детские дома. Мама ушла. Я вышла погулять. Машина милицейская подъехала, меня забрали. Сюда забрали? Да. А мама к тебе сюда приезжает? Нет. Никогда не приезжает? Нет. А ты своего любишь? Нет. А почему? Потому что она плохая. А почему она плохая? Потому что она меня бьет. Она сама ее ест, а мне не дает. Дети журналистам рассказывали шокирующие подробности о нравах и быте в своих родных семьях. Он сказал, бери стакан. Два стакана. Сначала понемножку он меня накормил, потом побольше. Меня отвезли в больницу. Я там вот один, два месяца прилежал и меня отпустили. К макозозу папка идет с работы. Опять домой бежу, то он меня может избить. Папка так сказал, что я тебя убью. Он сказал, а скоро убьет меня. Это умел, а он так умел. Когда рост, я буду в милиции работать. Я хочу, ты мне дали пистолет настоящий. Я надо застреливаться, но боссы не пили, верну. Ты дурак. Ты понял, нет? Ты дурак. Эх ты, ты не человек. Активно выпивающие родители калечили не только судьбы своих детей, но и собственные. Мамаши оказывались за решеткой. Одной из них вместе с друзьями захотелось выпить. Денег не было, и они вломились в чужую квартиру, начав требовать налить им очередную дозу. Когда получили отказ, взяли в руки нож. Я взяла нож, ударила его по руке. Он упал. Затем мать его, начинала заступаться за него. Если бы была пиатриза, я не смогла бы. Я даже не понимала, откуда у меня столько злости было. В принципе, она мне плохого до этого ничего не сделала. Наверное, из-за того, что много спиртного. Эта женщина призналась, что сама из семьи неблагополучно и спиртное употребляет с 7 лет. И, конечно же, если бы не ее неизмененное сознание, вряд ли бы она взяла в руки оружие и набросилась на человека. К некоторым здесь, в местах не столь отдаленном, приходило раскаяние. Но зачастую слишком запоздало. Сколько раз говорю, ой, за что меня посадили, такой срок дали большой. А сейчас как-то начала задуматься, что действительно я неправильно все делала. И даже, знаете что, я вспоминаю, как ее била. Я среди ночи проснулась и не могла никак успокоиться, аж заплакала. Наталья Кичина, новости ТВК.